Федеральный Роспотребнадзор проверил по всей России более 50 тысяч объектов, где делают и продают СНЮС. По итогам проверок около 300 материалов передано в органы прокуратуры, внутренних дел и следственный комитет. Закрыто 75 интернет-сайтов. В этом направлении работает и Тверское управление. Около тысячи массовых рейдов было совершено специалистами на территории Тверской области. О количестве выявлены и изъяты из оборота некурительные никотиносодержащие продукции. Расскажем прямо сейчас. Некурительные никотиносодержащие изделия называют СНЮС. Они обычно имеют вид порционных пакетиков с расфасованной смесью леденцов конфет с различными фруктовыми вкусами. Их продажа осуществлялась не только в киосках и ларьках, но и в крупных федеральных сетевых магазинах. Подобные изделия представляют угрозу для жизни и здоровья прежде всего детей и подростков. Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что опасность данной продукции обусловлена прежде всего содержанием в ней никотина. Если в обычной сигарете, курильчик, который употребляет, содержится полтора миллиграмма никотина, то вот в этих никотинсодержащих смесях содержится от 20 до 80 миллиграмм. То есть по большому счету можно представить, что человек, проглатывая, закладывая в рот такую жвачку или леденец, он употребляет однократно в течение пяти минут порядка 50 сигарет. Это достаточно серьезная доза, которая проявляется, ну и влияет токсическим поражением, влияет на нервную, центральную нервную систему. Напомним, что в декабре Роспотребнадзор объявил об усилении контроля за оборотом никотина, содержащей продукции. Ведомство начало проверки объектов по всей России, в том числе и в Тверской области, с целью пресечения оборота, угрожающей здоровью потребителей некурительной никотина, содержащей продукции. Масштабные проверки привели к снижению оборота СНЮСа в торговых точках, констатируют специалисты. По 26 проверкам были выявлены нарушения, то есть реализация продукции без соответствующих документов, подтверждающих качество данной продукции. Вся продукция арестована, изъята из оборота. На сегодняшний день управлением составлено 34 протокола об административных правонарушениях. Принимаются меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности. На сегодняшний день продукции никотин, содержащей в реализации, не выявляется. То есть, может быть, один-два случая в неделю. По первости, конечно, было много. Зачастую индивидуальные предприниматели, указанные на маркировке продукции, в ходе проверок отрицали свою причастность к осуществлению предпринимательской деятельности и производству никотина, содержащих изделий. Тем не менее, все материалы были переданы следственные органы. В свою очередь, специалисты Роспотребнадзора призывают жителей Тверской области сообщать о фактах продажи с НЮСа.